С самого рождения космической эпохи мечта о поездке в другую Солнечную систему удерживалась в ракетной узде, которая жестко ограничивает скорость и размеры космического корабля, который мы запускаем в космос. По оценкам ученых, даже при использовании самых мощных ракетных двигателей сегодня потребуется около 50 тысяч лет, чтобы достичь нашего ближайшего межзвездного соседа Альфа Центавра. Если люди когда-либо надеются увидеть восход инопланетного Солнца, время транзита должно существенно сократиться. Среди передовых концепций двигателя, который мог бы сдвинуть все это с мертвой точки, очень немногие вызывали столько же волнения и противоречий, как и EM-Drive. Впервые описанный почти 20 лет назад, EM-Drive работает за счет преобразования электричества в микроволны и направления этого электромагнитного излучения через коническую камеру. Теоретически, микроволны могут оказывать давление на стенки камеры и создавать достаточную тягу для движения космического аппарата, находящегося в космосе. На данный момент, однако, EM-Drive существует только как лабораторный прототип, и до сих пор не ясно, способен ли он вообще создавать тягу. Если и создает, то силы, которые недостаточно сильны, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, не говоря уж о том, чтобы двигать аппарат. Однако за последние несколько лет несколько ученых, решение заключается в разработке инструмента, который сможет измерить эти незначительные проявления тяги. Поэтому команда физиков из немецкого Течнище Аниверситат Дрезден решила создать устройство, которое позволило бы решить эту проблему. Проект Space Drive, возглавляемый физиком Мартином Таймаром, заключается в создании инструмента, настолько чувствительного и невосприимчивого к помехам, что он раз и навсегда положит конец дискуссии. В октябре Таймар и его команда представили свой второй набор экспериментальных измерений EM Drive на Международном астронавтическом конгрессе, и их результаты будут опубликованы в акте астронотика уже в этом августе. Отталкиваясь от результатов экспериментов, Таймар говорит, что разрешение Саги с EM Drive ждет нас через пару месяцев. Многие ученые и инженеры не верят в EM Drive, поскольку он нарушает законы физики. Микроволны, толкающие стенки камеры EM Drive, по всей видимости, генерируют тягу экс-нихила, то есть из ничего, которое идет вразрез с сохранением импульса, NPP, действия и никакого противодействия. Сторонники EM Drive, в свою очередь, ищут ответы в хитрых интерпретациях квантовой механики, пытаясь понять, как мог бы работать EM Drive без нарушения ньютоновской физики. С теоретической точки зрения никто не воспринимает это всерьез, говорит Таймар. Если EM Drive способен генерировать тягу, как утверждают некоторые группы, никто понятия не имеет, откуда она берется. Когда в науке есть теоретический разрыв такого масштаба, Таймар видит лишь один способ его закрыть, экспериментальный. В конце 2016 года Таймар и 25 других физиков собрались в Эстис Парке, штат Колорадо, на первую конференцию, посвященную EM Drive и связанным с ним экзотическим двигательным системам. Одно из самых интересных выступлений сделал Пол Марш, физик лаборатории NASA и Глюаркс, в которой он со своим коллегой Гарольдом Уайтом тестировал различные прототипы EM Drive. Согласно презентации Марша и последующему докладу, опубликованному в Journal of Propulsion and Power, он и Уайт наблюдали несколько десятков микроньютонов тяги в своем прототипе EM Drive. Для сравнения, один двигатель SpaceX New Orleans производит около 845 тысяч ньютонов тяги на уровне моря. Однако проблема для Марша и Уайта заключалась в том, что их экспериментальная установка включала несколько источников помех, поэтому они не могли утверждать наверняка, чем была обусловлена тяга либо конкретная помеха. Таймар и Дрезденская группа использовали точную копию прототипа EM Drive, использованного в лаборатории NASA, она представляет собой медный усеченный конус, NPP с обрезанным верхом, длиной чуть меньше фута. Эту конструкцию придумал еще инженер Роджер Шайор, который первым описал EM Drive в 2001 году. Во время испытаний конуса EM Drive помещается в вакуумную камеру. За пределами камеры устройство генерирует микроволновый сигнал, который передается по коаксиальным кабелям на антенны внутри конуса. Это не первый случай, когда команда в Дрездене пытается измерить почти незаметную силу. Они создавали подобные устройства для работы над ионными двигателями, которые используются для точного позиционирования спутников в космосе. Эти микроньютоновые двигатели помогают спутникам обнаруживать слабые явления, такие как гравитационные волны. Но для изучения EM Drive и подобных двигателей без топлива потребуется наноньютоновое разрешение. Новый подход заключался в применении торсионных весов, баланса маятникового типа, который измеряет величину крутящего момента, приложенного к оси маятника. Менее чувствительная версия этого баланса также использовалась командой NASA, когда они решили, что EM Drive производит тягу. Чтобы точно измерить эту небольшую силу, Дрезденская команда использовала лазерный интерферометр для измерения физического смещения весов баланса, производимого EM Drive. По словам Таймара, их торсионные весы обладают наноньютоновым разрешением и поддерживают подруливающее устройство весом в несколько килограммов, что делает эти весы тяги самыми чувствительными из существующих. Но по-настоящему чувствительные весы тяги вряд ли будут полезны, если вы не сможете определить, является ли обнаруженная сила тягой, а не проявлением внешнего вмешательства. И существует множество альтернативных объяснений наблюдений Марша и Уайта. Чтобы определить, производит ли EM Drive тягу на самом деле, ученые должны суметь экранировать устройство от интерференции магнитных полей Земли, сейсмических вибраций окружающей среды и теплового расширения EM Drive, связанного с нагреванием микроволнами. По словам Таймара, внесение изменений в конструкцию торсионного баланса, NPP, чтобы лучше контролировать источник питания EM Drive и защитить его от магнитных полей, NPP позволит решить ряд интерференционных проблем. Куда сложнее было решить проблему теплового дрейфа. Когда мощность подается на EM Drive, медный конус нагревается и расширяется, что смещает его центр тяжести настолько, что торсионный баланс регистрирует силу, которую ошибочно можно принять за силу тяги. Тайман и его команда надеялись, что изменение ориентации двигателя поможет решить эту проблему. В ходе 55 экспериментов Таймар и его коллеги зарегистрировали в среднем 3,4 микроньютона силы от EM Drive, что было очень похоже на то, что обнаружили и в NASA. Увы, эти силы, по всей видимости не пришли испытания на тепловое смещение. Они были более характерны для теплового расширения, нежели для тяги. Но для EM Drive надежда еще не потеряна. Таймар и его коллеги также разрабатывают два дополнительных типа весов тяги, включая сверхпроводящий баланс, который поможет устранить ложные срабатывания, вызванные тепловым дрейфом. Если они обнаружат силу от EM Drive на этих весах, есть большая вероятность, что это действительно толчок. Но если никакой тяги весы не выявят, это будет означать, что все предыдущие наблюдения тяги EM Drive были ложноположительными. Таймар надеется получить даже отрицательные результаты не будут означать приговор для EM Drive. Есть много других типов двигателей без топлива. И если ученые когда-либо разработают новые формы движения на слабой тяге, сверхчувствительные тяговые весы помогут отделить фантастику от факта. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Пока! 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 Субтитры делал DimaTorzok